У нас на связи еще одна красивая девушка. Говорят, лидер своей категории пока что идет. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Мы вас уже видели на турнирах «Ерклеон». Вы даже и были частью команды, да? Да. Все верно? Нет, некоторая моя часть остается частью команды. Ага, это очень хорошо. Анастасия, ну вот не все же в курсе. Все-таки представьтесь полностью, какой город вы сейчас представляете? Я с Эдашева Анастасия, сама я из Солнечногорска. Сейчас представляю, ну как я себя и команду В-8. Это наш с мужем проект. Мы взялись тренировать онлайн. И поэтому вот наши подопечные, и мы в том числе, решили выступить на этом турнире. Это очень интересно, очень хорошая организация. Вполне всего достаточно времени для разминки. И мне здесь очень комфортно. Ну, раз вы уже не первый раз, то, может, нам надо думать, что вам нравится. Да, мне очень нравится. Анастасия, а вот вы сейчас сказали, да, тренинг онлайн. Да. Есть много мнений на этот счет, говорят, что онлайн невозможно ранировать. Что бы вы ответили на такие высказывания? Ну, каждый... Говорят, надо видеть вот лично. Да. Каждый видит возможности для себя, открывает новые возможности. Вот сейчас онлайн-тренинг далеко стал, ну, он очень сильно развивается. И есть возможность наблюдать за подопечными и общаться в онлайн-режиме в том числе. Там скайп, наверное, да? Ну, в том числе, да. Это очень удобно. И подопечные видят свои ошибки и могут их сами исправлять. Вот. Довольно прогрессивно. Вот. Также мы... У нас есть наши партнеры. Вот. Это поколение победителей. Ага. Ну, вот. Это некоммерческая организация. Они делают правое дело. Они занимаются организацией турниров для инвалидов. Вот. Поэтому, ну, как бы, они нас поддерживают здесь. Анастасия, вот скажите, пожалуйста, вот функциональный многоборий, да, он такой непростой вид спорта, содержит в себе элементы, там, тяжелой атлетики и многих других видов спорта. Скажите, вот вы как девушка, да, вот что дает вам этот спорт? Помимо хорошей, там, фигуры? Помимо хорошей физической формы, наверное, это некая медитация. Око. Да, потому что здесь ты среди, там, профессиональных спортсменов находишься, среди любителей. Здесь такое какое-то сообщество поддерживающее. Вот. И здесь ты можешь быть само собой. Так как у меня основная работа далеко не спорт, это больше мое хобби, да. Я офисный работник. То это дает мне расслабиться, вот, в полной мере и не углубляться в какую-то отдельную категорию.